Юля красота подушки покрывала и вообще такая спальня много дерева вот намеки на даже не лофт совсем да на что-то такое мягкая теплая природная натуральная дали к стилем так и хотела конечно же да да конечно так и хотела нужно было ну пустой лофт с бетонными стенами это скучновато и я же говорю с мужем были разногласия по этому поводу поэтому акцентную стену выделить спальне хотелось чем-то теплым мы сами досками на рейке брашировали доски покрывали маслом разным то есть оттенками что потом как-то оживить уже в конечном итоге когда текстиль вешали повесили стабилизированный мох где вы его нашли я помню что когда-то давным-давно в моих видео я рассказывала о производителе стабилизированного моха потом у них появились какие-то проблемы мне многие люди писали что вот такая ситуация сейчас очень много его на зоне причем он в таком виде в готовом на двустороннем скотче на хорошем на подложке из пробки то есть сразу такие ленты отрываешь клеишь и все так подушки купила или все-таки шила наволочка все хов и кровать хов мы за функционал а я не вижу вот в диване в кровати функционала кроме как тебе удобно это и практично хорошо но функция все хов должно быть удобно спать правильно кровать с местами хранения с большими с подъемным механизмом на ортопедическом основании и у нас сверху хороший матрас вот и все все удобно а что значит хороший незамесим блок пружин пена латексная то есть две стороны жесткая очень жесткая и средние мы любители как бы жесткой стороны вот поэтому нам удобно очень высоковато кровать получилось за счет высокого матраса но нас не смущает я обратила внимание что тебя очень необычные радиаторы или что эта сетка да какая-то на них спрятали нет радиаторы обычные были хорошего качества и менять их было ну нет никакого смысла и мы чтобы их как-то приблик покрасить их когда они на стене это нереально во все щелочки туда залить краску и мы приняли решение сверху поставить вот такие сетки довольно изящно смотрится да нужно было поддержать стиль лофт и белый радиатор здесь никак и во всех комнатах у нас радиаторы закрыты сетками функционал не меняется то есть воздух циркулирует а смотрятся они по-другому деревянный подоконник да расскажи нам все про окна окна пластиковые ламинированные под дерево деревянные подоконники удовольствие дорогое и мы меняли окна за полтора года до начала ремонта и тогда мы даже не могли себе позволить деревянные подоконники потому что в процессе ремонта их просто убили бы шторы везде снизу вверх потому что первый этаж да у нас в комнате везде где ты взяла эти штучки я приставала к производителям штор роликовых потому что говорила что мне шторы нужны снизу вверх они сверху вниз потому что первый этаж мне нужно закрыться от людей но не терять при этом свет мы вечером закрываем на одну треть окно видим что жизнь продолжается на улице а нас не видно поэтому очень удобно нам очень нравится как это не называются чтобы вот знать что спрашивать это роликовые шторы на магнитах хотя магнита там нет там есть некий механизм за счет поворота ручки держится в общем-то я оставлю контакты внизу под видео на тебя все ссылки которые ты нам оставила поэтому если у людей будут вопросы пишите комментарии задавайте и конечно же пишите комментарии